гигантский айсберг со скоростью 150 километров в месяц движется вдоль берегов антарктиды а 23 а спустя практически 30 лет сна вновь стал активен настоящее время это крупнейший айсберг на планете свое движение он возобновил в начале арктической зимы айсберг это льдышка который плавает в воде то есть также если вы возьмете когда вы хотите остудить стакан с водой вы берете кладете туда лед вот вам айсберг в стакане ну если это так по народному объяснить да а так это часть литника отколовшиеся от самого литника и которая начала дриховать в открытом море опасен айсберг может быть в первую очередь для судоходства поэтому когда судно заходит в зону айсбергов оно снижает скорость опасность для плавания представляют конкретно шлейфы айсбергов состоящий из обломков и более мелких глыб льда самая известная трагедия связанная с айсбергом крушение титаника хотя тут важно отметить тот айсберг был гораздо меньше чем а 23 а просыпайтесь болваны да в чем дело айсберг прямо по курсу помимо этого айсберги представляют опасность и для морских нефтедобывающих платформ а утечка из них нефти угрожают уже морским обитателям и экологическому состоянию нашей планеты также он может повлиять и на климат когда он тает он изменяет температуру окружающей воды потому что он холодный да и делает холоднее воду также он изменяет соленость той воды в которой он тает айсберги это пресная вода соответственно соленость уменьшается уменьшение солености и температуры влияет на течение которые мы знаем есть везде история а 23 а началась 37 лет назад когда айсберг откололся от шельфового ледника фельхнера тогда на нем располагалась советская сезонная антарктическая база дружная она была унесена айсбергом в океан обнаружить ее удалось лишь спустя год по данным специалистов площадь а 23 а на сегодняшний день составляет чуть более четырех тысяч квадратных километров это почти в два раза превышает площадь города санкт-петербург сейчас очень много ведется наблюдение именно за айсбергами как в россии так и во всем мире потому что судоходство в районах где много айсбергов ведется всеми странами и почти все айсберги так скажем на счету и за ними следят так что корабли в принципе знают где им можно плавать где нельзя но тем не менее айсберги все еще представляет опасность столкновения с судоходными кораблями сейчас за движением айсберга следят специалисты арктического и антарктического научно-исследовательского института отметим что уже более 50 лет существует технология их буксировки поэтому в опасной ситуации у человечества будет возможность предотвратить трагедию маргарита михайлова фарид захит аглы универ ньюс